Очередной обвал в Одессе. На этот раз обрушилось сразу 4 квартиры в доме памятники архитектуры на улице Ясной. Пришлось эвакуировать 24 человека. Еще один пострадал. У него рваная рана ноги. Приступить к разбору завалов с самого утра спасатели не могли, так как существовала угроза утечки и взрыва газа. На его отключение ушло очень много времени. Теперь разбирают обрушившиеся конструкции вместе с кинологами. Они проверяют, не остался ли кто-то под завалами. В 3 часа ночи дом на Ясной 10 разбудил жильцов тревожным треском. Через несколько секунд часть дома вместе с комнатами сразу 4 квартир рухнула вниз. И смотря на позднее время обошлось без жертв. Правда не без пострадавших. Один из жильцов оказался в опасной зоне обрушения, но чудом отделался рваной раной ноги. Ну он получается, что был именно в этой части квартиры, которая обвалилась. И так как он не видел, что пола уже нет, он попытался выбежать из комнаты. Просто вот провалился вот этот обвал. По словам родственников, мужчину отправили лечиться амбулаторно, но в обед он вернулся в больницу. Ночью ему была оказана первая медицинская помощь, он был обследован, выполнено хирургическое пособие. В дальнейшем больной отказался от предложенной госпитализации, что зафиксировано, и покинул приемное отделение. В 11.45 он повторно обратился для госпитализации, уже был более детально дообследован. Сперва он отказывался. И сейчас состояние его стабильное, средней тяжести. О том, что памятник архитектуры давно вызывал опасения, говорят все местные. Построенный в 1912 году, он дошел до наших дней внешне крепким. Но это лишь косметика, уверяют жильцы. Дом сильно кренился. Со всеми дверями, вот по всей этой линии, которая обрушилась. И вот постоянно сижу на балконе, курю, каждые пять минут, слышу, сыпется шпаклевка, краска. И новые трещины почти каждый день появляются. Люди жаловались на постоянную протечку воды на первом этаже, которая, по их словам, заливала фундамент. Но коммунальные службы на это никак не реагировали. В мэрии заявили, что в 10 квартирах зарегистрировано 38 человек, а проживало 24. Часть уже отселили. Чиновники озвучили и предварительную причину ЧП. 11 человек отселены в лагерь Мрия. Остальные отселены к родственникам, к друзьям, к знакомым. Причина обрушения в настоящий момент устанавливается. Но уже по визуальному осмотру видно, что, скорее всего, этому причина была реконструкция самовольная в квартире на третьем-четвертом этажах. Визуально при осмотре мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами. К моменту нашего прибытия на месте обрушения работали почти полсотни спасателей, кинологи и пять единиц техники, не считая подмогу от Горзелентреста и местного ЖКС. Сразу начать разбирать завалы долго не удавалось. Складності були, по-перше, з відключенням від газопостачання будівлі, тому що, щоб відключити цю дану будівлю, потрібно було вирити яму біля будівлі, знайти цю трубу та зробити певні роботи, щоб не відключати від газопостачання весь район. Тому невелика затримка була в цьому. Надалі була складність в деревах, які Зелентрест разом з рятувальниками прибрали. Спасателям удалось достати з заблокуванного двора невредимий автомобіль, тоді как другій машині, оставшійся на вулиці, вероятно, предстоит отправитися в утиль. Остальним жильцам приходиться решати куда більше серьезні проблеми – найти приют для пожилих родителей. Проблема с мамою, яка 94 роки, яка участниця Великої Отечественої войної. И поэтому прошу, щоб определили куда-то, в какое-то соціальне учреждення, потому що трофія зрительного нерву. Ну 94 роки, участниця войны, представляєте, що пережила? Жильців ближайшого дому евакуували. Спасателям нужно провести контролюємое обрушення для розбора новийших конструкцій. Соседи аварійного здання спешно покинули свої квартири, прихватив с собой ценностей і животних. В спешки собирали котів, три кота, вон, двух этих. Забрали котів, попугая, щоб животні не погибли вдруг, нечаянно. Я ще не спал, і, получается, слышно було, що сначала, де-то за час до обвала, був сначала, ну, не треск, а даже кусок дому обвалився, потому що я ще вийшов, посмотрел, кусок дому обвалився, небольшой, вот прямо возле ворота. А потім ще часик прошло, я как раз собирался спати, ну, треск сначала окон, видно, що окна повлетали, а потім весь дом завалився. Там буквально секунд десять шум, вот этот потім. Интересно, що в розборе завалів спасателям помогають специалисты із строительной академії. По їх мнению, причиной обвала могла стать роковая комбинація протечки води і перепланировки квартиры. Особенно грешат професіоналы на вот эту бетонну плиту на деревянних балках. На нескольких сайтах недвижимости по этому адресу продають шестикомнатну двухуровневу квартиру з дорогим ремонтом. Ее площадь целых 298 квадратных метров. Можно только представить, какой объем работ был выполнен для этого. Виновен ли владелец апартаментов в обрушении, должна установить экспертиза. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».